Эти овощи содержат больше железа, чем мясо. Железо – незаменимый союзник нашего тела. В общем, сбалансированная диета должна покрывать наши потребности. Но как обеспечить нас железом? В таких продуктах, как красное мясо, ракообразные, а также шоколад, водоросли и специи, мы можем найти ответ. Ежедневное потребление 9 мг железа для мужчин и 18 мг железа рекомендуется для женщин и подростков. Потому что хорошо известно, что при проявлении менструации женское тело должно компенсировать эту потерю железа. Таким образом, когда наступает менпауза, женщинам потребуется более низкая доза железа, примерно 9 мг в день. Беременным женщинам также следует получать железо. Около 20 мг в день являются рекомендуемые дозы для хорошего развития плода и хорошего индекса железа во время грудного вскармливания. Что происходит, когда нам не хватает железа? Первыми симптомами являются усталость, бледность, истощение, меньшая устойчивость к инфекциям. Вот некоторые из показателей дефицита железа и аномии. Каковы причины дефицита железа? Отсутствие железа в рационе или плохо сбалансированная вегетарианская диета. Низкая биодоступность железа из-за избыточного количества чая или кальция. Снижение абсорбции железа, вызванное неприносимостью клейковины, воспалительными заболеваниями кишечника или другими кишечными расстройствами. Обилие кровопотери, например во время менструации или родов. Увеличение потребностей в железе из-за беременности, грудного вскармливания и роста. Когда дело доходит до еды, мы не должны лишать себя богатых железом продуктов, таких как красное мясо, ракообразные, но мы также должны учитывать овощи с высокими дозами железа. Вот список основных в плане содержания железа овощей. Первое. Бобы мунг. В общем, бобовые содержат различные элементы, полезные для здоровья, такие как волокна, углеводы и антиоксиданты. Но одно из важнейших преимуществ бобов мунгов или бобов мунг состоит в том, что они содержат высокие уровни железа. Приблизительно 1,8 мг на 100 г. Второе. Шпинат. Шпинат также является отличным источником железа. Кроме того, у него низкий уровень калорийности, поскольку он содержит только 22 калории на 100 г. И в качестве дополнительного преимущества мы должны упомянуть, что он содержит важные антиоксиданты и также богат витамином А. Третье. Брокколи. Брокколи содержит 1 мг железа на 100 г, что составляет 6% от рекомендуемого ежедневного взноса. Это невероятно питательно. Кроме того, брокколи содержит 168% витамина С, рекомендованного для взрослых. И, как мы уже знаем, витамин С помогает абсорбировать железо. Четвертое. Тофу. Тофу – это еда на основе соя, которая очень популярна среди вегетарианцев и в некоторых азиатских странах. 126 г тофу обеспечивает 3,6 мг железа, что составляет 19% от рекомендуемого суточного потребления. Он также является хорошим источником тиамину и других минералов, таких как кальций, магний и селен. Пятое. Темный шоколад. Темный шоколад, кроме вкуса, очень питательный. 30 г содержит 3,2 г железа, что составляет 18% от рекомендуемого ежедневного взноса. Только эта небольшая порция добавляет 25% меди и 16% магния. Темный шоколад содержит пребиотические волокна – пищу для дружественных бактерий, обнаруженных в кишечнике. 6. Чечевица. Чечевица – это богата железом пища с вкладом 3,3 мг на 100 г. Она также богата волокнами, что облегчит пищеварение и кишечный транзит, помимо наличия высококачественных растительных белков. 7. Капуста. Этот овощ обеспечивает 512% витамина А и 200% витамина С и содержит 1,5 мг железа на 100 г. Она также содержит витамин К, вмешательство которого в коагуляции крови способствует образованию сильных и устойчивых костей. 8. Семена тыквы. Семена тыквы, которые мы всегда выбрасываем, когда готовим этот овощ, содержат 3,3 мг железа на 100 г. Воспользуйтесь ими. 9. Свекла. Ее содержание железа составляет 1,8 мг на 100 г, которые помогают регенерировать кровь. Этот овощ также богат кальцием и магнием и обязан своим цветом витамину. Это вещество позволяет бороться с определенными видами рака, поскольку он отлично подходит для хорошего функционирования печени. Свекла также богата фолиевой кислотой и обеспечивает хорошее усвоение углеводов. 10. Орехи. Орехи, миндаль, фисташки, фундук, финики и джир содержат в среднем от 2,4 до 3 мг железа, а некоторые из них легко достигают рекомендованных 15 мг в день для взрослых и представляют собой очень важный энергетический вклад. Небольшое количество воды, которую дают эти клады, может быть сохранено в течение длительного времени. Мы знаем основные растительные продукты, богатые железом, но также важно знать, что другие могут препятствовать ассимиляции этого важного минерала, и это нужно учитывать. Некоторые соединения, такие как кальций, которые содержат молочные продукты или чайные и кофейные танины, препятствуют правильному усвоению железа. Чтобы не тратить пустую наши усилия и увеличить потребление железа, потребляйте другие продукты с витамином С, такие как киви, мандарин, апельсин, и добавьте лимон в салаты или ваше блюдо. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!